Один из старейших самодеятельных коллективов про Левобережье. Хор «Русская песня» отмечает юбилей. 30 лет назад в песенный коллектив организовали ветераны-педагоги. В 2007 году хору присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». Почетный статус он подтверждает регулярно на праздничном концерте. Побывал Станислав Якушевич. Скрывая волнение, готовясь к выходу на сцену, хористки помогают друг другу поправить костюм, макияж. Волнение такое, что даже на обязательную распевку хор настраивается не сразу. Репетиции, концерты, участие в фестивалях – теперь это их жизнь. Придя сюда однажды, они остаются в хоре на долгие годы. И даже перебираясь жить в другой район, ездят на репетиции через весь город. И поют тут даже те, кто стеснялся своего голоса всю жизнь. Ваш хор так понравился. Я буду тихонько-тихонько сидеть. Только вот даже и рот не открывать. Буду вас только слушать. И потихоньку немножко начинают впевать, впевать. Вместе они проводят праздники, отмечают дни рождения. Алла Величко в один день с 30-летием родного коллектива встречает на сцене свое 75-летие. С песней по жизни и вместе с подругами. Запоминаем партии, чтобы не врали, не фальшивили. Если кто-то сфальшивить, друг другу помогаем, конечно. Чтобы правильно все пели. И еще работает у нас дыхалка. Мы менее болеем простудными болезнями. Почти 10 лет хор носит почетное звание «Народный». Высокий уровень коллектива подтвержден победами на конкурсах и фестивалях самодеятельного творчества. И искренней любовью слушателей. Даже выйдя на пенсию, нужно занимать активную жизненную позицию. Нужно поддерживать народное творчество. И вот это добро и тепло, которое они несут в массы, сегодня, собственно говоря, и будет честоваться. На праздничном концерте руководителю хора Людмиле Бойко, концертмейстеру и солистам были вручены почетные грамоты. А музыканты, в свою очередь, подарили публике свои лучшие номера. Не только хоровые, но и сольные. Станислав Якушевич, Денис Савинский. Новосибирские новости.